Провести эти выходные дома. С таким предложением выступил Минздрав страны. Из-за распространения коронавируса медики призвали россиян не посещать места скопления людей, не ходить в гости и не ездить на общественном транспорте. За месяц заболеваемость ковидом только в Москве выросла в пять раз. В Красноярском крае тоже фиксируют рост новых случаев заражения. Тем временем в мире установлен новый рекорд по общему числу заболевших больше 36 миллионов человек. Этой темой занималась Виктория Столярова. Она в студии. Вика, уже можно говорить о новом локдауне. Катя, официально власти пока об этом не говорят. Но то, что вторая волна коронавируса уже наступила, пожалуй, это уже свершившийся факт. В Красноярском крае идет устойчивый рост новых случаев заражения. Если сравнивать с данными даже недельной давности, то в прошлую пятницу, например, у нас в регионе за сутки зафиксировали 115 новых пациентов, а накануне уже 167. Чиновники открыто не признают второй волны, но активно к этому готовятся. А так, с начала недели в Красноярске снова открыли ковидный госпиталь Наркосовского. Впервые, напомню, он начал работать еще 9 июня на пике эпидемии. К концу августа оттуда выписали последнего пациента. А с понедельника там вновь открыли 200 коек из 480. И еще один ковидный госпиталь открывают на базе ФМБА. Он находится на Вавилово и будет рассчитан на 150 коечных мест. Первых пациентов там примут 13 октября. Об этом сегодня рассказал главный врач научно-клинического центра Александр Фетисов. «Открытие двух подразделений – это инфекционного госпиталя и Центр амбулаторной компьютерной томографии. Инфекционный госпиталь планируется на объем 150 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, осложненной в том числе и вне больничными пневмониями. Прием пациентов начнется со среды в следующей неделе. А подразделение Центр компьютерной томографии у нас начнет работать со вторника. Он будет предназначен для диагностики вне больничных пневмоний пациентов, которые лечатся на дому территориальными поликлиниками. Право берега города Красноярска – это Ленинский и Кировский район. Красноярская агломерация – это город Сосновоборск, Березовский район, а также Сухобуземский район и советский район города Красноярска. Ну и в целом по стране ситуация с коронавирусом по оценкам многих близка к критической. Московские врачи говорят, что в больницах места заканчиваются. По их данным, за месяц заболеваемость в столице выросла в пять раз. Ежедневно госпитализируют по тысяче пациентов. На фоне такого роста московские власти начали возвращать ограничения. Жителям старше 65 лет, людям с хроническим заболеванием и беременным женщинам снова рекомендовали сидеть дома. Работодатели обязали не только отправить на удаленку не менее 30% работников, но и предоставить номера их автомобилей и телефонов. Для школьников объявили внеплановые каникулы. Действия социальных карт для школьников и пенсионеров приостановились с сегодняшнего дня. Причем ситуация доходит до абсурда. Например, московских пенсионеров заставили вспомнить советскую молодость и знаменитые облавы времен Юрия Андропова. В столичных театрах люди в форме ищут людей, которые решили приобщиться к прекрасному вместо того, чтобы соблюдать предписанный мэром Собяниным масочный домашний режим. Об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она призвала россиян не ехать с детьми на юг и пригрозила, либо жители России будут соблюдать эпидемиологические требования, либо у властей не останется выбора, им придется принимать какие-то дополнительные меры для борьбы с заболеванием. Мы имеем рост в 60 субъектах Российской Федерации, в 20 субъектах ситуация стабильная, где-то даже к снижению идет, но ровно в тех субъектах, где эти требования соблюдаются, где в транспорте люди ездят в масках, где люди держатся на расстоянии друг от друга, где люди не посещают без масок общественных пространств, таких как магазины, кинотеатры. И у нас сегодня выбора нет, или мы будем соблюдать, или нам придется принимать какие-то другие меры. А вот суточный прирост заболевших коронавирусом в мире обновил свой рекорд. Так, положительный результат анализов получили более 338 тысяч человек за прошедшие сутки. Об этом сообщает ВОЗ. В итоге общее число выявленных случаев в мире превысило 36 миллионов человек. На этом у меня все. Катя.